Чемоданы упакованы, последние рабочие дни час за часом истекают. Долгожданный отпуск уже близко, перелет, трансфер, отель и вот оно счастье. Но привычные алгоритмы для Юлии в этот раз были нарушены. Мы планировали полететь на Гуа, заранее запланировали свой отпуск, но путевку приобрели буквально дней 10 за вылет, чтобы успеть оформить визу. Собрали все чемоданы уже и благополучно за день до вылета нас известили, что наша виза будет аннулирована. В связи с этим мы расстроились, но наш туроператор, наше агентство смогло нас быстро переориентировать на другое направление. Юлия и ее подруги получили от туроператора предложение перебронировать тур на альтернативное направление в Таиланд. Действительно, хотя Индия в одностороннем порядке закрыла границы для туристов, спокойно принимают отдыхающих Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты, Шри-Ланка. Тем, кто планировал слетать в Европу, сегодня тоже приходится понервничать. На данный момент для граждан Российской Федерации временно ограничен въезд в несколько стран Европы. Это Италия, Швейцария, Германия и Франция. Сколько по времени продлится это ограничение, сейчас сказать сложно, потому что новая информация поступает каждый день. Но мы за этой информацией следим и стараемся своевременно оповещать об этом туристов. В те страны, которые пока не закрылись, некоторые авиакомпании приостановили перелеты. Например, С-7 не летает в Испанию. По слухам, может закрыться Австрия. Ситуация меняется ежедневно. И это не может не волновать тех, кто мечтал о той или иной стране. Или же тех, кто подвержен панике и боится поймать нашумевший вирус. Конечно, в любом случае волнение у туристов есть. И мы со своей стороны стараемся быть в курсе всех новостей для того, чтобы поддерживать их и своевременно информировать. Но так или иначе будем следить за новостями и надеемся, что в скором времени вирус все-таки утихнет. Другие туристы не спешат отказываться от поездок и забирать деньги. Смело летят, пусть не в запланированную страну, соглашаясь на предложенную альтернативу. У нас страха нет. Самое главное, перед нашим отпуском нас ничего не смущает. И надеемся, что мы прекрасно отдохнем. Море есть море. Эксперты прогнозируют, что летом все успокоится. А пока смело можно бронировать некоторые, не затронутые паникой, направления. В настоящий момент активно бронируются направления Карибского бассейна. Это Куба и Доминикана. Также сейчас страны Средиземного моря, такие как Греция, Кипр и Тунис, туристами очень хорошо спрашиваются на лето. Ну и все-таки Турция в этом сезоне обещает, что все будет спокойно и сезону все-таки быть. В связи с усиливающейся паникой в сети появляется много неправдивой, шокирующей и пугающей информации, которая вводит в заблуждение. Поэтому информацию лучше узнавать из авторитетных источников, на сайтах консульств, интересующей вас страны, на сайтах туроператоров и на сайте Ростуризма.